друзья всем привет всем 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 привет мы сейчас прямом эфире на youtube канале на фейсбуке и на instagram всех приветствуем поэтому мы будем смотреть и в эту камеру и в ту камеру друзья потому что мы одновременно на трех площадках друзья вот и с нами сегодня линочка ботанова всем привет и ольга онищенко лида как настроение сегодня настроение соответствует погоде на улице такое солнышко несмотря на то что ночью было прохладно да поэтому у нас календарная зима но наступает весна я тоже очень радуюсь да друзья мы выходим прямой эфир и можно сказать как будто нам делать нечего да мы такие заняты две женщины но скорее всего у нас есть качество учителя вложенные в нас самим богом также мы и мамы и женщины и жены и дочери и нам уже обоим за 40 лет далее мне уже за 50 давно поэтому друзья нам просто хочется делиться делиться пережитым опытом делиться тем что мы вычитали в книге библии в слове божьем и мы хотим передавать жизненный опыт до сего момента мы уже прошли один раздел в нашем проекте лидочка как называется наш проект а в семья это актуально друзья мы начали новый проект буквально полгода назад зачем это сделали лид потому что когда ты смотришь вокруг себя и ты понимаешь что тебе уже не 20 лет у тебя же есть какой-то опыт жизни и ты хочешь им делиться особенно когда к тебе подходят и говорят а как у вас это получается какие секреты у вас вашей счастливой жизни и мы хотим этим делиться да особенно когда мы смотрим на людей у которых не складывается семейная жизнь и мы тоже в свою очередь хотим принимать участие в этом процессе и чтобы используя голос потому что не раз библию упоминается что мы голос и поэтому и нам давно поведение идите научите крестите вот поэтому мы хотим использовать очень да очень учим используем то повеление которое нам бог дал и мы не те кто боимся микрофона вы уже понимаете знаете нам нравится говорить и мы у нас есть чем поделиться поэтому друзья сегодня с радостью хотим вам сообщить что мы начинаем новый раздел в нашем проекте семья это актуально и этот раздел называется подготовка к свадьбе и совместной жизни лида у меня даже такие мысли дома были сегодня думаю а почему к совместной жизни к семейной жизни все-таки а думаю ну нет наверное пока к совместной жизни потому что семья мне кажется тоже когда дети есть а вот когда ты только вдвоем только вдвоем но это же можно это совмещение да невозможного это скорее всего еще только-только вот-вот как бы в процессе рождения семья когда притираются поэтому друзья подготовка к свадьбе и совместной жизни и многие из вас знают что у меня мой сын женился буквально три две недели назад поздравляем поздравляем спасибо но я вам хочу сказать что этот проект родился еще до того когда наши дети дружили поэтому я не говорю на эту тему потому что мы только что женили сына но я мы будем говорить на эту тему потому что этот проект родился давно он родился как минимум полгода назад когда мы расписали эти темы поэтому сейчас мы будем говорить и потому что мы считаем это очень важно и нужно но также и со свежего опыта я думаю это очень хорошо поможет потому что у меня тоже есть некоторые вопросы некоторые даже не знаю кое-что есть сердце вопросы даже уже по новой семье свекровь невестка дети как отпускать вот это все поэтому я думаю будет интересно мы еще говорим это на основании том что мы люди верующие да поэтому в основу любой темы любого вопроса у нас стоит библейские принципы поэтому мы хотим сказать сразу что это программа или все наши передачи построены на слове божьем потому что словом бог сотворил всю селенную словом он нас сотворил институт 7 также учрежден богом на основании слова и один из стихов он даже в первой в одном из первых глав библии написано что бог сказал не хорошо быть человеку одному когда был а дам сотворен бог увидел что это это не закончен день то что это плохо быть одному многие люди сейчас есть одинокие счастливые- expression они выбирают быть один было быть одинокими либо у них призвание такое быть одинокими но не у всех призвание быть семейными быть одиноким не значит быть счастливым или несчастным точно так же быть семейным, не значит быть счастливым или несчастливым. Это выбор человека и то, как он работает. Это очень серьёзный и сложный процесс. Но мы знаем, что если Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему, и теперь вот мы раскрываем завесу того, как мы знакомимся, встречаемся, а теперь вот уже доходим до того момента, когда хотим построить, создать свадьбу. Лидочка, ты с такой улыбкой, с такой радостью говоришь это всё. У меня вот мысли такие. И когда у меня мысли, я же не могу их тоже спрятать куда-то. Друзья, хочется, как бы неохота говорить это, но хочется также подчеркнуть и другую сторону. А когда мы молодые, вот буквально, наверное, до 45 лет, пока у моих подруг не умирали мужья. Лидочка, я никогда об этом не задумывалась, да? А вот сейчас я уже начала и понимать апостола Павла, который пишет, лучше оставайтесь одиноки. И я начала задаваться вопросом, почему. Я очень много слёз услышала и от одной подруги, и от другой подруги, у которых очень недавно умерли мужья. И она говорит, меня наживо разорвали, а зашить забыли, оторвали от меня половину, да? Поэтому, друзья, важно помнить также, что жизнь вместе, жизнь совместная, жизнь в браке, она тоже, к сожалению, не вечная. И это правда. И хочешь, не хочешь, конец этому когда-то будет. И я думаю, очень важно всегда в начале помнить о конце, друзья. И поэтому мы с Лидочкой здесь, две трубы. И мы будем трубить, что жизнь в браке, это хорошо, это задумка Господа. Но в любой момент этот подарок может тоже закончиться для каждого из нас. И это может быть болезнь, это может быть трагедия, это может быть развод. И это может быть даже дойти до того, что вы можете возненавидеть друг друга. И просто в гневе сказать то, что вы не хотели бы никогда говорить, а потом, конечно, поздно уже просить прощения, и назад уже не вернёшь. Поэтому хотим просто сказать, цените и берегите то, что у вас есть. Давай, Лид, расскажем, вернёмся немножечко, расскажем о себе и почему всё-таки у нас родилось желание говорить на эту тему. Потому что, друзья, вы знаете многие, что служение «Открытое сердце» существует уже как минимум четыре года, в мае, наверное, четыре года будет, как мы зарегистрировали. Но до этого рождения у этого служения послужила история очень печальная и книга «Пазл Илюши». Да? Об этом тоже. История с твоей жизни, с твоего опыта. История моей жизни, да. И как бы первые несколько лет мы больше обращали внимание, вот мне хотелось дать людям надежду моей книгой, моими радиопередачами. Я очень много записала свидетельств, включая Лидочку тоже, друзья, вы можете это всё прослушать на YouTube-канале Олга Нищенко «Служение «Открытое сердце». И хотелось нам просто больше подарить людям надежду в таких безвыходных положениях, да? Но также параллельно со мной шло и то персональное развитие. Потому что, когда я столкнулась с горем, и потом, когда я начала писать книгу, во-первых, чтобы исцелить моё сердце, и чтобы послужить людям, и чтобы подарить людям надежду, когда я впервые выходила на радио, как у меня трусились руки-ноги, как я боялась микрофона, как я поехала по церквям, посвидетельствовала, да? Это персональное развитие. Ты становишься настолько другим человеком, что ты сам себе удивляешь, как я могу. Открывала в себе то, что было за какой-то завесой. Да, очень эксайринг было. Поэтому у меня тянулись вот эти две параллели. Исцеление души, персональное развитие. Потом тоже меня волновала тема развода, потому что даже когда я услышала статистику, когда болеет ребёнок, когда рождается больной ребёнок, до 65% браков рушатся, да? И тут, получается, мы с Майей познакомились больше о разводах, говорили о том, как тоже сохранить брак. Тут вдруг уже у нас вдовы, получается, наши подруги, да? И как бы жизнь, она такая многогранная. А вот здесь мы с Лидой просто сидим и говорим о семье, друзья, что нас подтолкнуло к этому? Я думаю, вам интересно это знать, Лидочка, что нас подтолкнуло выбрать именно вот эту тему? Ну, я детали, честно говоря, я забыла совсем, но я думаю, что когда ты сталкиваешься с чем-то противоположным, и когда разрушение идёт в каких-то семьях, или наворачиваются какие-то сложные, мы говорим, так, мы хотим быть трубой. А, наверное, вот то, что тебе, когда ты в очередной момент ты поняла, что многие заведения или многие бренды рекламируют гомосексуализм, внебрачные отношения или извращённые отношения, ты сказала, мы хотим трубить, рекламировать нашего бога. Вот этот момент подтолкнулся. А ещё какой момент, у тебя столько много всегда сторон. Мы в служении женщинам очень многие годы, и ты, и я, и получается, когда ты слушаешь любую историю, ты слышишь, или же это счастливый брак, или это ужасно несчастливый брак. И поэтому мы очень много слышали о несчастливых браках, так как и о счастливых браках. И можно сказать, если одним словом, всё у нас бывает, правильно, в жизни с нашими мужьями, но я считаю, одним словом, у нас счастливый брак. Однозначно. Есть, есть с чем поделиться, да? И даже на прошлой неделе, вот вы спросили такой вопрос, Оля, а что мы хотим этим проектом подарить людям? Я так сказала, говорю, ну, моей книгой, раньше, моими свидетельствами, мы хотели дарить людям надежду. Вот сейчас, Лидочка, что мы хотим подарить людям этим проектом? Податок к браку, счастливый брак, вот это всё. Я думаю, что самое главное у нас желание это поделиться жизнью, которая задумана Богом. И вот в каком формате она у нас с тобой происходит. У тебя свой формат семьи, у нас свой формат семьи, но при этом мы счастливые женщины. Поэтому мы хотим поделиться, каким образом мы можем быть счастливыми. Или что такое счастье, что такое настоящая семейная жизнь, через какие сезоны мы проходим и как мы через них проходим. Потому что невозможно ничего не делая получать отличный результат. Если ты не знаешь, что ты хочешь, ты получишь не знаю, что хочу. Ты даже не поймёшь, что ты получил. Потому что тебе это не нравится, но для того, чтобы узнать, что ты хочешь, нужно знать, что ты хочешь. Мы хотим, чтобы у нас были счастливые жизни, но мы в то же время мы хотим делиться тем, что у нас уже есть по милости Божьей. Ну, написано, как там написано, старицы, хоть, конечно, мы далеко не у старицы ещё, но в каком возрасте ты уже становишься этой старицей. Написано, старицы, вдохновляйте молодых, любить мужей. Учите даже. Учите, вдохновляйте, любить мужей, любить детей. И мы уже, друзья, мы уже с Лида полгода мы говорили на тему подготовка себя, себя вообще к взрослой жизни, к выбору жениха и невесты, да, вот Red Flags, как называется. Мы очень много говорили, это всё вы можете найти на YouTube-канале Олга Нищенко, а плейлист называется «Семья». Это актуально. Вот. То есть мы делимся, почему мы хотим это делать. Да. Потому что мы хотим, чтобы больше и больше становилось счастливых семей. Да, да. Поэтому, друзья, сегодня мы начинаем тему подготовка к свадьбе и совместной жизни. Это уже когда есть жених и невеста и они хотят жить вместе. То есть они присмотрелись друг к другу, они поняли, что они хотят быть вот в таком союзе с этим человеком. Или ещё по-другому можно сказать, что без этого человека они не хотят уже дальше жить. И теперь, соответственно, они присмотрелись, они насколько были научены или насколько знали, насколько были зрелыми, они приняли это решение. и теперь они идут к тому, что они уже жених и невеста или, скажем так, по нашим стандартам было сватовство или engagement, как по-английски. И они теперь уже хотят иметь семью или создавать семью. Что-то мне не нравится звук. Ревер, да? Интересно. Друзья, напишите, как вам слышно нас, как видно. Лидочка, ты продолжи, я хочу выйти прослушать. Хорошо? Хорошо. Просто расскажи, о чём мы будем говорить в этом разделе. Окей-докей. У тебя микрофон включен, да? Да. Хорошо. Значит, дорогие друзья, я хочу напомнить всем нам, что вы слушаете передачу из Открытого Сердца, служения Открытого Сердца. И следующий наш отдел называется «Подготовка к свадьбе и совместной жизни». И мы говорим об этом, потому что жизнь, она состоит из разных сезонов. И невозможно, пройдя через один сезон неправильно, быть успешным в следующем сезоне. Поэтому мы хотим, чтобы вы, если кто-то из вас уже вступает в брак, мы хотим, чтобы вы прослушали, может быть, предыдущую нашу серию «Семья – это актуально?» «Выбор жениха и невесты?» или на какой стадии нужно уже создавать семью, проверить, готова ли я, в принципе, как человек, зрелый ли я достаточно, чтобы вступать в брак. И потом уже теперь мы будем говорить как бы о следующем шаге, как непосредственно готовиться к свадьбе. То есть, это когда у вас есть и любовь, и романтика, и уважение друг к другу, и согласие родителей. И мы теперь хотим больше и больше узнавать, что же такое жизнь в браке, и каким образом мы можем сделать правильные шаги в подготовке нашей, чтобы следующий шаг был успешным и плодотворным. Лидочка, я очень извиняюсь, на Инстаграм пишут нас очень хорошо слышно, а на Фейсбук пишут очень сильное эхо, вас очень плохо слышно. Что это может быть? Это там что-то у нас? Я не знаю. Что это может быть? Друзья, мы очень извиняемся, мы уже давно, конечно, не были в эфирах, неделю шесть, и сделали большую перестановку, потому что у нас еще одна новость. Следующий понедельник мы будем проводить ток-шоу всей нашей команды, поэтому нам немножко пришлось переоборудовать наше студию, и сегодня первый раз мы выходим в эфир, и, как видите, у нас тут только женщины. Ну, я надеюсь, я там нажала, чтобы выключить эхо, возможно, это было эхо. Хорошо, напишите, пожалуйста. Ой, отлично, Светочка с нами, Светочка Акрамова. Свет, спасибо, что вы написали. Знаешь, что я хочу хотела сказать, Лид, вот с чем я сталкиваюсь сейчас. И опять, я человек, который я говорю открыто, я говорю правду, то, что я переживаю, то я и говорю, да. А я, насколько знаю, нет совершенного человека, нет perfect person, да. Да. Ну да, да, конечно, только ты. Ты да я, да мы с тобой. Смотри, с одной стороны, меня радует, я вот смотрю, Дана Ибрагимова на Инстаграме, она слушает, это очень молодая девчонка, ей кажется, 16 лет. Данночка, привет, привет тебе. Радует, когда нас слушают молодые люди. Но сталкиваюсь я и с тем, когда молодые люди не хотят нас слушать. Они говорят, мама, да что ты там знаешь? Мама, да что ты понимаешь? Мама, да я не понимаю, о чем ты говоришь, да? И так, к примеру, я даже говорю о моих детях. И поэтому мы выходим в прямые эфиры. Друзья, кто нас слушает сегодня, мы не знаем. Но мы просто говорим. Иногда я даже смотрю на моих детей, я им что-то говорю, они не слышат. Четыре раза повторить, но не доходит. А приедет тетя Лида или тетя Наташа или еще какой-то дядя, скажет в пятый раз, и ребенок услышит. Ты понимаешь, я о чем? И когда я помню, росли мои дети, я говорила, моего ребенка все село выращивает. Потому что, ну, не справляется мама. Есть же дети шустрые, да? Так же самое и с этими, вот этот месседж жизни, может быть, даже мы сейчас говорим, в эфир нас услышат папа или мама. И приедет, передаст это слово в свое время своим детям. И все-таки наше семя, оно взрастет. Мы не знаем, где... Мы будем поливать потихонечку. И когда. И даже вот недавно приехали из Турции, говорят, а вы знаете, в Востоке тоже слушают. А вы знаете, там по вашему примеру женские служения делают. Поэтому, друзья, мы очень благодарны всем, кто нас слушает, кто с нами сейчас. Очень благодарны, когда слушают нас молодые люди. Настя из России меня слушает, она тоже молодая. Настенька, привет. Вот. Поэтому подготовка к свадьбе и совместной жизни. Лидочка, я выходила, ты говорила об этом, нет? Я в общем сказала. В общем. Ну, давай немножко побольше расскажем, о чем будет наш этот раздел в проекте «Семья – это актуально», о разделе подготовки к свадьбе и совместной жизни. Я не знаю, сколько это у нас времени займет. Может, полгода, может, меньше. Но, друзья, на следующий раз мы будем говорить о любви, о романтике и о уважении. Уважение друг к другу. Что такое вообще любовь? Что такое романтика? И что такое уважение друг к другу? О романтике многое говорит там Лена Шеф. Она даже на прошлой конференции говорила, да? И даже кто-то из нас сказал, что это такое слово чуть ли не запретное в церкви, получается, да? А уважение друг к другу, Лид. Интересно то, что когда мы поженились, и я помню, нас приглашали на свадьбу к другим молодым уже. Ну, мы уже год, два, три прожили. И я подписывала открытки всегда так. Помните, любви без уважения не бывает. Потому что, ну, как же ты можешь доказать человеку любовь, если ты его не уважаешь? Понимаешь? Ты понимаешь, А что такое уважение человека? Это когда ты в нем заинтересован, когда ты понимаешь, кто он. Ученый, математик, инженер, колхозник, механик, пастух, плотник, пилот. То есть, ты понимаешь, как бы, его натуру. Ему нравится шумная жизнь, ему нравится спокойная жизнь. Меня шум, и друзья вдохновляют. Саше, они энергию у него вытягивают. А мне наоборот. Я могу устать, но я такая счастливая, того, что шум и гам был. Я счастлива на 4 часа, а потом меня не трогает. А он да. И поэтому уважение, это именно вот, вот почему мы говорим, что одно дело, это когда гормоны и влюбленность, а другое дело, это когда у тебя есть эта внутренняя база. Это все равно, что, например, я хочу водить машину, и вот тебе появилась машина какая-то, вот, да, ну, скажем, ладно, пусть у тебя появилась новая машина. И у тебя есть базовое представление, что к машине нужно подойти, дверь открыть, нажать на кнопочку, и она поехала. Но если ты не знаешь, как ездить, если ты не знаешь правил дорожного движения, если ты сразу выехал на фривей, да ты кандидат большой для трагедии большой, понимаешь, да? Потому что у тебя нет чутья, нет понимания, расстояния, скорости, которые за машиной за тобой едут, да, или впереди тебя кто-то, то есть представления нет. Точно так же и в браке. Да, ты влюбился, это так круто, вот у тебя человек появился, но ты понятия не имеешь, кто он и что он, и с какой он семьи, ты сам, может быть, не знаешь, как финансово устроить благополучие, как эмоционально быть стабильным, сбалансированным, физически быть подготовленным. Если ты слабый, больной человек, то другой человек об этом должен знать, если у тебя какие-то есть моменты. То есть нужно адресовать эти сферы, вот как мы устроены, дух, душа и тело, вот точно так же мы должны идти к подготовке, к браку, к любви, к романтике, к уважению друг к другу во всех этих трёх сферах. Светочка пишет, уважение – это принятие друг друга. Спасибо, Светочка, что ты с нами. Мы больше на эти темы будем говорить на следующий раз, друзья. Ну да, это очень важно, очень важно любить, уважать и иметь какой-то романтик, какой-то интерес. К сожалению, когда нас не учат этому, тогда мы сами учимся на собственных ошибках. Я тебе вчера рассказывала, или это я не тебе рассказывала? Друзья, это просто посмеёмся чуть-чуть. Романтики захотелось. Короче, Кристина, у нас был женский завтрак, с утра я приезжаю, а Кристина моя хочет начать бизнес, дома делать макияж и прически. Говорит, мам, пойдём я тебя накрашу, я хочу видео заснять, ну, для рекламы. Она у меня такую красивую сделала, и ещё сказала, говорит, я сделаю не как тебе нравится, а как мне нравится. Говорит, я сделаю с тебя модель. И она мне такую прическу сделала, я не знаю, куда она там выставила, она скажет, Оля, не верующая. Ну, это окей. И накрасила, знаешь, здесь такими оранженными блёсками. Прически не верующие не бывают. Я еле эти блёски стёрла и такая звоню Олегу и говорю, ну, слушай, я готова для свидания. Что же мне с этим макияжом делать? А он смеётся. Чтобы зря не пропадали. Но мы нам на мороженое поехали. Ну, хоть куда-то же поехали, знаешь, с Кристиной втроём. Друзья, поэтому вы сами должны устраивать себе эти романтические вечера, но мне очень нравится пример Лены Шеф, когда они просто конкретно красиво одевались и выезжали. И вот наслаждались, просто вот наслаждались. Ну, мы будем будем об этом говорить. Учиться. Романтики, да. Друзья, также, я не знаю, Лид, я была в колледже, колледже, ты тоже училась, и очень многие из нас учились. Скажи, пожалуйста, учат ли в колледже, в школах вообще на эти темы, как жить? Конечно же, нет. Вот не учат же. К сожалению, не учат. И в церквях очень мало учат. Это большой, большой пробел, поэтому мы хотим быть этим голосом. Поэтому я считаю, мы хорошо делаем, правильно же? Отлично. Слава Света, похвалим. Друзья, следующий пункт в этом разделе, это что такое жизнь в браке. Мы будем вычитывать места из писания, плюсы и минусы совместной жизни. Есть, конечно, плюсы, но есть и минусы. Лид, тебе все нравится прямо? Все нравится в браке? Или кое-где надо смиряться? Кое-где надо светказать чем-то? Да, но это не то, что не нравится, а это неизбежная часть жизни, когда мы сталкиваемся с тем, что мы сами себя не знаем, либо узнаем, что мы такие же гордые эгоисты, как и мой супруг. И надо здесь изменяться. Ну, конечно же, есть особенные правила в семейных отношениях, которым нужно следовать. И учиться, приучаться. Мы будем об этом говорить, потому что не все в розовом цвете, а не все блестит. Как говорил мой дядя всегда, не все золото, которое блестит. Ну, это знаешь, вот к семейной жизни тоже нужно привыкать, как и привыкнуть к диете, либо привыкнуть к новой работе, или ты пошел учиться, тебе нужно привыкнуть к тому, что ты учишься, новый график. Ко всему нужно привыкать. Да, и следующее, вот после свадьбы кому меняться? Очень хороший вопрос. Я несколько лет старалась мужа изменить, а потом пришлось самой поменяться. Ты понимаешь? Будем в этом тоже, друзья, говорит. Ответственности в браке друг перед другом, перед детьми, перед Богом и перед обществом. Ответственности. Да, на нас же ответственность. Мы также будем говорить о важности расспросить вторую половину. Это знаешь, как говорится, семейное плавание, совместное плавание, да, вот, и надо же спросить друг у друга, куда ты хочешь ехать? Куда мы-то плывем-то? Куда мы приплывем? Ты понимаешь? На деревню к дедушке. Да, и даже вот сколько детей хочет иметь, как хочет жить, где хочет побывать, где и кем хочет работать. Вопрос финансов, здоровья, сбережений, путешествий и так далее. Вера в исповедание, хождение в церковь, отношение с Богом, узнать, в чем вы разные, в чем вы похожи, запланировать на будущее. Как бы ты хотел видеть совместную жизнь, дом вообще, потому что она хочет жить за 800 тысяч в доме, а ему и в апартаменте неплохо. А может он хочет за городом, в деревне. Вот, она хочет в центре города, да? Да. Поэтому, друзья, будем затрагивать эти темы. И я помню, у нас пришел один момент, я у мужа спрашиваю, говорю, слушай, у меня вот такие мечты, такие мечты, такие мечты, вот такие мне мечты. Я говорю, а он сидит, слушай, говорю, а у тебя какие мечты? Он говорит, мои мечты, это исполнять твои мечты. Я говорю, очень нечестно, я хочу знать, что ты хочешь, потому что, ты понимаешь, вот где человек хочет работать, может он хочет выучиться. У вас были разговоры об этом с мужем? Ну, мало у нас было разговоров, мы уже были вовлечены сильно с ним, он тогда преподавал в библейском колледже, когда мы познакомились, и это был первый, второй колледж в России, 1992 год, и они с другом закончили библейский колледж, и потом приехали, начали вот там, где жили, в Краснодарском крае, они начали библейский колледж, и я просто знала, что он работает в колледже, он будет там работать, ему это нравится, и я понимала, что это будет связано с колледжем и с церковью, но мне и хотелось, чтобы у человека был, чтобы у него было сердце к Богу, за Богом, и чтобы это было связано как бы со служением, которое имеет христианское направление, поэтому в этом плане, скажем, оно совпало с моим желанием, и мне это было гораздо легче принять. Знаешь, мне кажется, у меня тоже примерно похоже так было, да, как бы вы поженились, полюбили друг друга, живем мы как бы неплохо, но когда общаешься с другими женщинами, и ты слышишь вот эти кричащие истории, я болею, неделю он мне даже суп не принесет, он мне даже суп не сварит, ты понимаешь? Вот когда ты слышишь об этом, потом ты понимаешь, что все-таки надо, надо об этом говорить, надо учить своих детей этому. Очень важно любить друг друга, очень важно, а это так тяжело, ну, и легко, есть же моменты, когда ты влюблен, получше, и через неделю ты ненавидишь друг друга, видишь же такое? Бывает через неделю, бывает через минуту, от любви до ненависти один шаг, да? Чем больше на себе сконцентрирован, тем быстрее ты другого человека будешь не любить. Представляешь? Ой-ой-ой. Друзья, мы также будем говорить, как избежать греха и развода в браке, что можно и что нельзя делать до свадьбы. Это мы говорим о христианской свадьбе. Отношения интимные после свадьбы, планирование детей и предохранение. Я почему-то сегодня стояла мыла посуду и такие мысли у меня появились. Как бы я из верующей семьи, многодетной семьи, я помню, поднимался даже вопрос на деторождение в то время, как бы у меня папа инвалид, и мама говорила, женщины рожают, детей рождают, а говорит, пойдут к пасту и говорят, ну объясните, ну как же, можно ли предохраняться? Они говорят, мы не можем это объяснить. Как бы люди были научены, что надо рождать. В наше время, ну как бы я даже такие мысли думаю, Бог тебе даёт выбор во всём. Написано, я даю тебе и проклятие, и благословение. Выберешь сам, выбирай, что ты хочешь, как ты хочешь жить. и даже есть же возможность и предохраняться, и даже у тебя есть выбор, сколько детей ты хочешь рождать. Понимаешь? А как-то это, можно сказать, чуть-чуть Мин об этом говорит, да, но всё равно это наш выбор. Это наш выбор, если у тебя здоровье рожаешь, если у тебя нет здоровья, ты просто не рождаешь детей, да, ты хочешь двое, трое, четверо, пятеро. Бог даже в этом тебе даёт выбор и посылает тебе детей. Кто-то может много вырастить, кто-то может одного, а кто-то может вообще не иметь детей, да. Но Бог нам во всём даёт выбор. Даже сегодня Он нам с Лидой даёт выбор пойти поспать или провести вот эту программу и поговорить на такие очень важные темы. Ну, спать, конечно, не получается. Да всегда есть что-то делать, да. А что делать, да, это... Да. Что у нас дальше? Как ухаживать за девушкой, как быть джентльменом, как вести себя девушке и принимать ухаживания и подарки от жениха. Кто за что платит? Друзья, это тоже очень важная тема. Я помню, когда мы только поженились, я тоже не всё умела. Представь, мне муж поехал, кажется, мы уже были женаты, да. Поехал, купил мне очень дорогую сумку в норс-шуме, в инстайл в тот момент. А вот я, когда услышала, сколько она стоит, и она мне совершенно не понравилась. Ты понимаешь, это над май стайл. И я вот поехала и сдала. И он так на меня обиделся. Вот как поступать в таких ситуациях? Ну как? И после того, знаешь, и дарить тебе не будет. У него не очень хороший муж, но как принимать подарки? Даже вот мы часто сталкиваемся с тем, что нам легче дать, чем попросить. Нам легче подарить, чем принять эти подарки. Об этом тоже мы, друзья, будем говорить. И именно как ухаживать за девушкой. Потому что есть некоторые парни, они даже не умеют ухаживать за девушкой. А мы конкретно говорим о подготовке к свадьбе. Но здесь тоже вот как принимать подарки. Это если язык любви, тогда легко, подарки, например, тогда легко принимать. Это не мой язык любви, подарки. Поэтому я очень спокойно отношусь к подаркам. Давай об этих языках любви тоже поговорим в одной из наших эфиров. Потому что реально, если ты хочешь что-то дать человеку, ты должен знать, что оно ему должно понравиться. Понятно, есть универсальные вещи, позаботиться там. Дверь открыть, ручку подать, цветочки там купить, заплатить, может быть, за ужин. Да, это приятно будет, внимание. А когда уже, конечно, дорогие вложения, то здесь нужно разговаривать. Мы с мужем договорились, что мы не делаем друг другу таких сюрпризов, которые мы не уверены, что это другому человеку понравится. Но вы договорились уже после того, когда вы, ну, в чем-то... Да, уже после того, а до того у нас просто не было денег, чтобы делать какие-то ценные подарки. А у меня знаешь как, я люблю экономить деньги, а муж, наоборот, он любит, если купить, то купить хорошую вещь, ты понимаешь? И вот попробуй сжиться два таких человека, да? Ну, мы сживаемся, но это жизнь. Почему очень важно, чтобы были предбрачные консультации, или же, если нет их там официально каких-то таких встреч, да, тогда, чтобы с родителями разговаривать об этих вещах, чтобы все равно у человека было представление, понимание. Это серьезная вещь. Все равно будет гораздо богаче жизнь человека, молодых людей, которые вступают в брак, когда они обо многих вещах поговорили. Они говорят, ой, вот эти все серьезные разговоры, они убивают всю романтику. Well, зато у тебя будет понимание, что ожидать, что не ожидать. Вот, и здесь нужно тоже учиться разделять романтику от серьезных каких-то вещей. Иначе потом, если наступил уже период, когда у тебя брак состоялся, а потом какие-то несовместимые принципы начинаются, и потом что? Разбегаются люди. Да. До свадьбы молятся, чтобы встретить кого-то, а после свадьбы молятся, чтобы стать одиноким. Слушай, а разбежаться это можно тысячу раз за неделю, если не подстать. Ну, конечно, когда только еще молодые. Мне кажется, и в нашем возрасте можно это все возможно. Да. Это же эгоистическая натура человека не меняется, если она не подчиняется Богу и Божьим принципам. Когда подчиняется, тогда уже, да, не давит. Мы также, друзья, будем говорить, как не ранить друг друга словами, как не обманывать друг друга. Это очень важно. Как принять друг друга такими, какие вы есть. Это очень важно. Не стараться поменять человека, не стараться сделать его другим. Это тоже второе, что я всегда подписывала на открытке свадебной. Не старайтесь поменять друг друга, не старайтесь сделать его таким или таким. Разрешите ему быть таким, как он есть. И концентрируйтесь на хороших качествах. Не оставьте его weaknesses. Да, но здесь тоже важно понимать, что значит изменять другого человека. Если он грубиян, если он жестокий человек. Тогда не выходи замуж за такого. Ну, я вообще имею в виду, что эти вещи нужно менять и контролировать, чтобы защитить себя. Или же если, ну, приучать других, чтобы быть внимательными друг к другу. Но изменять в том плане, что если у человека, например, характер, он тихий, спокойный, ты не можешь его сделать шумным, каким-то оптимистом и слишком проактивным. Или наоборот, если он шумный, активный, а ты его хочешь запереть в клетку, вот сиди со мной дома и голова будет кругом идти, с ума сойдёшь. То есть здесь нужно понимать, просто какой у человека характер, какая у него личность, вспыльчивый он. Или наоборот, тугодум, как бы долго думает. То есть всё это понимать и учиться, как с этим справляться. Да. Я один раз услышала такую фразу, что человек, когда он очень талантливый, талантливый, ну, похожий, как мой, ему всегда хочется что-то делать, говорить, что-то где-то делать. И мне говорили, если этот человек не достигает своей цели, не находится в том состоянии, где он должен быть, не берёт какую-то лидерскую позицию, вот если он не это самое, он очень быстро упадёт в депрессию. А другой человек, когда он просто тихий, спокойно меня не трогает, ему комфортно там. Вот нам с тобой там очень некомфортно. Я вот люблю людей, я люблю, и поэтому вот, друзья, мы сейчас в эфире, потому что это вложено в нас самим Богом. Поэтому, да, изменить не можем, и даже когда ты предлагаешь другому человеку то, что тебе подходит, не значит, что ему подойдёт. Нужно разговаривать, спрашивать. Были моменты в нашей жизни, когда мне там что-то накатывает эмоции или что-то муж, ну вот ляжь, полежи, почитай что-то, фильм посмотри. А мне кажется, да я сейчас с ума сойду. Мне нужно лопату взять, пойти цветок, пересадить. Или по гору полазить, да? Да, на хайк сходить, на воздух, кому-то помочь, что-то сделать, такой хороший чаллендж физически-эмоциональный, но ни в коем случае не садиться. Ему, наоборот, его это успокоит, отвлечёт, а меня это ещё сильнее вгонит. Но вы же не с первого дня поняли вот это друг в друге. Нет, потому что не были научены, мы были как первооткрыватели, открывали какие-то моменты в семье, что нравится это хорошо, а что не нравится, думали, так, а что ж теперь с этим делать, ой, какая у нас тяжёлая ситуация. Что теперь с мужем делать, куда его делать? А мужу что с женой делать, да? А потом что с этими детьми делать? Поэтому классно, мы искали наставников, мы искали менторов, и мы обращались за помощью. Вот, поэтому это помогло нам, конечно. Хорошо, друзья, дальше мы будем говорить, как вдохновлять и поддерживать друг друга, это так важно. Это уже в браке мы говорим. И в браке, и вообще-вообще в жизни, Лид, я тебе говорю, сколько меня вдохновляли, ты бы знала, потому что я вообще была тихоня, боялась микрофона, а потом, когда вот это горе, когда я книгу начала писать, я конкретно становилась совершенно другим человеком, знаешь, как из этого ягнёнка я превращалась во льва. Не могу себе представить тебя спокойной, тихой, и застенчивой. Именно в этом процессе со мной были рядом очень многие наставники, именно в это время я узнала, кто такой наставник, кто такой ментор вообще. Потом, как восхищаться и благословлять, хвалить. Я же помню, мы когда поженились, и Лид, ну что ты не каждый день я обмолюсь, плачу, Господи. Ну что-то поссоримся, мы не понимаем друг друга, я же должна его уважать, он же глава семьи, а как я буду соглашаться, если мы другие? Я не согласна. Я в слёзы, я молюсь, Боже, дай мудрости, Боги, ну, хорошей женой. И потом уже поехал в русский христианский магазин, купила книгу, ищу, Гугла не было же, интернета не было, как же быть хорошей женой, ну где же вот этот кисть, знаешь, вот этот секрет. Ключ, да. И сколько не считаю, знаешь, что там пишется? Восхищайтесь мужем вашим. Я думаю, да сколько можно? Ты его хвалишь, он ещё больше голову поднимает, да? Ты его хвалишь, он ещё больше там это самое. Ну, через два года аж, пока он понял, что надо взамен жену хвалить, восхищаться. Взаимно, да. А вот пишут, восхищайтесь друг другу, благословляйте. И знаешь, что удивительно, что в Библии всё это написано, просто из-за того, что мы читаем Библию неправильно, и мы не можем увидеть вот эти секреты, которые там говорятся. Почитать друг друга, носить бремена друг друга, восхищаться друг другом. Это настолько это, да, может быть, вот оно перед тобой и закрыто. Да, даже Гугла нет, ответ, но если ты, когда именно вот в смирении, в сокрушении перед Богом просишь ответ, и потом читаешь слово с открытым сердцем, готовым услышать что-то новое и подчиниться этому, и уважать Бога, почитать Бога, и однозначно он тебя откроет. Это как ребёнок, которого ты любишь, обожаешь. И вот он пришёл к тебе, там маленький, да, и сказал, мамочка, я тебя так сильно люблю, а можно мне это, пожалуйста? И ты скажешь, да ни в коем случае, да, пошёл ты отсюда, да, конечно же, ты ответишь ему. И вот из-за того, что многие люди не знают настоящую любовь Бога, Отца к ним, роль Духа Святого в их жизни, они не размышляют над словом, не наслаждаются словом, поэтому, соответственно, они и не понимают, что может слово им дать. Вот, и в этом, конечно, тоже большой такой секрет, чтобы реально знать, что для нас сокрыто не только информация в книге где-то, но и в Библии, и также в богобоязненных наставниках. Друзья, и все, кто слушает, мы приглашаем вас. Если у вас есть какие-то жизненные истории, которые помогли вам в жизни, если вы знаете какие-то хорошие места из Писания, делитесь в комментариях, делитесь в комментариях, если не на этот раз, то в следующий раз мы их обязательно прочитаем, потому что этот проект, он не только для нас с Лидой, этот проект просто разбудить, разбудить множество людей, чтобы они помнили, что семья – это прекрасно, и оно так должно быть. Если оно не так, пора забить тревогу. Есть еще один такой стих в Псалме 138, но это по-английски, по-русски, наверное, 137, что Господь сделает идеальным то, что меня волнует и заботит. То есть он заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы моя ситуация изменилась и соответствовала его стандартам. А мы знаем, что у него жизнь в избытке, в изобилии. Да, да. Друзья, читайте Библию, впитывайте ее, это так сладостно, потому что дали тебе конфетку, Лидочка. Ты знаешь, как она? How it tastes. Ты не знаешь. Пока ты ее не вкусишь. Точно так же нас правильно вкусите и увидите, как благо Господь. Поэтому, друзья, читайте Библию, это сладость. Светочка нам пишет, самый лучший и правильный Google это? А, Библия! Спасибо, Светочка. Да, согласна, согласна с тем, что на самом деле, потому что Бог все сотворил словом, прежде чем что-то было, Он уже был, Его Дух был, в котором была вот эта концентрация жизни, потенциала, источник всего, неиссякаемый источник. Как мы, в теле, например, не хватает каких-то витамин, анализ крови сделали, чего-то не хватает. Ты знаешь, ты должен восполнить это, этот витаминчик, недостающий элемент. Точно так же, не хватает тебе в семье чего-то? Найди это в слове. В слове есть ответы на все вопросы. Но, теперь ответ за нами, подчинюсь ли я этому слову? Опять, Бог никогда не делает насильно ничего, Он никогда не делает нам больно, Он никогда не ломает нас, Он льна курящегося не угасит, и трости надломные не доломает. Поэтому нужно на самом деле вот и ходить в такие церкви, в которых реально мы переживаем, да, близость Бога, растем. Но, конечно же, невозможно одноразовым хождением церковь быть успешным человеком. Мы питаемся дома каждый день, по три раза, по четыре раза в день, и закуски, и перекуски, и плотная еда, и легкая еда, точно так же и слово. Я вот, например, я постоянно стараюсь себя заполнять словом. Как я это делаю? Я пока зубы чищу, я поставила либо песню какую-то громкую, там, прославление, поклонение Богу. Я беру, иду, телефон раз вспомнила, думаю, так, давай-давай, питай, а то мысли уже пошли какие-то. Я куда-то еду, я включаю, либо проповедь включаю, либо опять какое-то прославление, поклонение, либо просто еду и молюсь, благословляю кого-то, благословляю свою жизнь. То есть мы должны заполнять себя этим. Да. И самое лучшее, с моего опыта, Лидочка, я же говорю, выросла в верующей семье, всю жизнь церкви, как бы, да, но очень близко, я познавала Бога, это в горе, и именно когда я сама искала ответы, когда я эту Библию перелистывала, а да я по симфонии, когда я искала, искала, я так, да, это было такое прекрасное чувство, узнавать Бога лично, лично, когда проходишь через тяжелые обстоятельства, почему это очень важно, или понимать, почему люди зачастую переживают близость Бога сильнее, когда их что-то ударит сильно. Смотри, вот когда мы поцарапали руку, да, мы можем просто бандейт заклеить и не заметить, да, или даже жидкие клеи заклеить и пошел дальше, но когда у тебя проблема с сердцем, или когда у тебя открытый перелом, или что-то, здесь нужна концентрация, сейчас мы спасаем жизнь, здесь нужно и обезболивающие, и антибиотики, и правильный доктор, и в правильную больницу поехать, поэтому, конечно, это не то, что иначе человек не познает Бога, нет, ты можешь познавать Бога, и ты обязан познавать Бога в счастье, в радости, и когда у тебя все благополучно, а просто в тяжелые моменты, тебе настолько Бог необходим, что тебе кажется, да, и у тебя концентрация именно, чтобы выйти из этой ситуации, поэтому ты и запоминаешь эти моменты, эти периоды больше, чем когда ты просто, конечно, если ты когда записываешь моменты, когда Бог тебе открывается, и потом делишься этим, Он тебе каждый момент будет дорог, когда Бог к тебе открывался. Но в эти моменты это просто сверхъестественное такое, особенное и в большом объёме посещение Бога. Да. Я с этим согласна. Друзья, следующее, что у меня здесь написано опять, это всё писала я. Это мы ниоткуда, ни с какой книги не скопировали. Это просто план, это из пережитого. Под водительством Духа Святого. Да, потому что что сама переживала, а может что-то упустила, может Лидочка будет что-то дополнять по ходу дела, может вы что-то будете писать. Но писала от сердца. И следующая фраза, ты послушай, как подарить самое лучшее будущее друг для друга? Вот твой муж, он может твоё будущее сделать очень прекрасно. И мой муж может моё будущее делать очень прекрасно. И я взамен могу то же самое сделать для него. Как важно заглядывать в сердце друг к другу, в душу друг к другу, спрашивать. Знаешь, Лид, у нас недавно, очень недавно, знаешь, хорошие разговоры происходят после ссоры. Раймс, да? Да. Хорошие разговоры происходят после ссоры, да? И мы серьёзно с мужем говорили, я говорю, ну вот тебе вот это нравится. А я вот этого, я вот просто жажду. Знаешь, вот к примеру, вот я не знаю почему, during the week я занята, мы ходим, да, но я всё время работаю. А вот в воскресенье или в субботу на выходных я утром просыпаюсь, мне так хочется, так хочется где-то в горах походить, побыть на свежем воздухе, вот полазить. Вот я вот, я как тебе скажу, как голодная на вот эту природу и свежий воздух, да? А ему спать хочется. Я говорю, ну что мне делать? Я говорю, ты готов со мной? Одно субботу высыпается, а второе субботу. Говорю, ты готов со мной? Или ты не обидишься, если ты будешь спать? А я с подружкой где-то полезу, там, в воскресенье полдня полажу, там, ну, раз в полку это, да, по этим горам. Вот я хочу. И мы уже договариваемся, мы хотим это сделать вместе. Или ты себе спи, а я сама поеду, я тоже буду happy, да? А он говорит, а я вот это хочу. А я говорю, а меня это вообще не интересует. Да, представь, как ты можешь понять. И получается, я говорю, да езжай, да я спокойненько тебя отпущу, да, например. Я к примеру говорю, да, есть человек любит очень сильно кататься на мотоцикле, а жена боится. И вместо того, чтобы его дергать, кричать на него, останавливаться, ну дай ему проехать раз, да? Получается, вот как подарить самое лучшее будущее друг для друга? Ты понимаешь, это опять же, это ты живёшь не ради себя, но и ради себя. Ты, получается, и в сердце другого человека заглядываешь, но также и не заглушаешь свои желания, свои мечты, свои чувства. И вы просто-напросто разговариваете. И узнаете, что ему нравится, что тебе нравится, где вы вместе, где вы можете быть по раздельности. И это окей. Правильно же? Ну, видишь, ещё, да, разные есть сезоны жизни, разные периоды жизни, поэтому мы говорим нашим молодым, нашим детям, не спешите. Влюбиться легко, особенно если человек позитивный более-менее, нормальный человек, очень легко влюбиться. Но знать именно, что этот человек для тебя и знать, что ты подготовлен к будущему, потому что вот каждый человек должен посмотреть на себя. Вот как он сейчас ведёт себя, точно так же он в браке будет вести. Не заваулируешь себя надолго. Да, романтика, розовые очки, гормоны, всё это. А потом прошло какое-то, возникают реальности, совместный бюджет, здоровье, планировка дня, недели, желания, интересы. А человек привык вот так делать, а другой человек привык не так. И как? Как? Ты меня не любишь, раз ты не делаешь это так. И если теперь здесь нет базы, если нет рядом людей, которые могут понять, дать тебе понять, что происходит реально, очень сложно, уже начнутся напряги очень быстро. Да, я помню, одна женщина говорила, даже, говорит, если ты его любишь, ты будешь любить всё. А если ты его ненавидишь, говорит, даже лишняя волосинка в его бровях будет тебя раздражать. Поэтому, да, очень важно, конечно, и выходить замуж по любви, но опять у каждого есть свои истории в люблённости, кто как женился, но у меня, например, Олег с первого взгляда влюбился, а мне заняло полгода. И я как бы и любила, и нравился он ей, ну и боялась как-то, и ещё другие мысли были, да. И мы уже засватались, и опять я люблю и боюсь, и неуверенно, и я так молилась. Я говорила, Господи, мы были очень разные просто, и меня пугало то, что мы очень разные. Думаю, как же мы вживёмся? Я молилась, Лидия, я слёзно молилась. И в день бракосочетания я его так полюбила, как бы сказать, я настолько почувствовала, что мы одно целое. Это вот какое-то серьёзное, что небесное чувство пришло. Поэтому, друзья, мне кажется, даже если ты до конца не уверен, даже и сегодня ты до конца не уверен, потому что каждый день ты открываешь друг друга по-новому, да. Но именно молитвой всё-таки я получила то, что я просила. Если ты не против, давай прочитаем, что Светочка нам здесь вела, а мы так рады, что ты с нами. Часть нашей программы. Ну давай, для тебя очки надо. Будущее семьи зависит, насколько пара открыта друг к другу, выражает свои мысли и свои чувства. Очень часто в семьях не хватает открытости и высказывания своего мнения и принятия мнения другого. Вот полностью согласна, чтобы иметь открытое ухо и чувствительное сердце и открытые глаза. Что, во-первых, человек не против тебя, но я хочу узнать его. Да, он сейчас говорит в лес под рова, что не то, что тебе нравится слышать, но это он. Он говорит себя или я говорю себя. Это не значит, может быть, что сейчас нужно тебе измениться, стать другим человеком. Но нам нужно теперь попытаться, конечно, с годами это легче, попытаться понять, что человек хочет. А пока молодые, амбициозные, эмоциональные, значит, идите к людям, которых вы уважаете, они вам подзатыльников дадут и помогут направить вам уже из высоты своего опыта, просто подскажут вам. Ребят, вот сейчас не нужно на эту энергию тратить, сконцентрируйтесь на чем-то другом. И поможет им понять. Когда мы ходили с мужем к консультанту, мы полтора года только прожили, у нас уже ребенок был, и нам казалось, ну, хуже драмы, чем у нас нет. Вот видите, какой прекрасный учитель у нас личного опыта, молодец. А когда позадавали им вопросы, и когда он нам сказал, какие к нему приходят пары, мы такие, как, как? Так у нас еще все хорошо. По сравнению. Для нас все равно это была драма. Почему? Потому что мы просто не знали, в чем секрет успешной жизни, как воспринимать друг друга. Казалось, ну, как нам говорили, терпение и труд, все перетрут. Ну, а как это перетирается? Мы уже не то поколение. Мы уже в другое время живем. Перед нами уже другие возможности. Соответственно, другой подход должен быть. Понятно, принцип один и тот же. Любовь, уважение, почтение, да? Ну, а как именно к этому прийти? Это как дети. Когда ты воспитываешь, одному ребенку ты так сказал, он сразу понял, а другой сказал, ну, и что, все равно не буду. И пять раз повторили. И ему под задницу дал, он поплакал, повернулся тоже, все равно не буду. Понимаешь, да? Да. А другому только ты сказал, он же, мамочка, только мне не надо мне по попе давать, я сейчас все сделаю. Через штанишки. Мы и так говорили. То есть, понимаешь, разный подход, разный взгляд. Точно так же в отношениях. Нужно понимать, что я хочу понять друг друга, я хочу услышать друг друга. И в этом плане мы нужны друг другу. Мы как организм взаимно скрепляющие связи. И в этом важна очень конфиденциальность. Очень многие люди сплетничают, рассказывают свою версию того, что у людей произошло. Люди эти, может быть, изменились 10 раз. А я продолжаю рассказывать то, что я от них услышал или узнал какое-то время назад. То есть, вообще нужно следить за своими устами, что мы говорим о других людях и знать лично человека. И следить за своими мыслями. Потому что, что мы ищем в человеке, то мы и найдем. Мы можем быть такими капресными и просто так уже задолбать своего мужа. И все в нем самое худшее увидеть. Об этом в притчах много написано. Делаешь его самым ужасным человеком в мире. Вот приятно быть в такой ситуации. То же самое может делать и он. Поэтому, друзья, насколько надо бодчествовать в своих мыслях. Да. Чтобы наш реально супруг сказал, ты мне даришь мое прекрасное будущее. Представляешь? Вот. Дальше. Как помочь вырасти друг другу, вырасти персонально и открыть таланты? Потому что человек может приходить в этот мир с большими талантами, но мы можем помочь человеку их открыть или же их заглушить. Хочешь, я тебе приведу пример? Давай. Семья моего мужа, они очень вкусно готовят. Но первые 10 лет нашей свадьбы Олег никогда не готовил. Ну, купил грилл, иногда там пожарит шашлык, стейк. Но вот именно в горе, когда вот болел Илюша, я больше была уже в госпитале, потом вообще в другой штат улетела с ним в больницу. И Олег остался дома, как и папа, как и мама. И он, получается, и полымал, и стирал, и он начал готовить. И в духовке что-то там делать. Ну, basically, вот так. И вот с того момента, я не знаю, знаешь, вот мое горе, я находила утешение, как бы исцелялось в мое сердце. Это было два пути. Это поиск Бога, исследование писаний. Я находила ответы на мои вопросы, и я также писала книгу. Я хотела помочь людям из личного опыта. У него был поиск Бога. Получается, вот эту яму в сердце надо было чем-то заполнить. Он тоже сильно искал Бога, много читал, искал, слушал. И я писала книгу, он готовил. И это было настолько рука об руку, потому что я сижу, пишу, а он стоит на кухне готовит. Ты понимаешь, как он меня выручал вот этих 7 лет, пока я писала. И потом, Лидочка, были моменты, когда я уже на кухне, я не понимала, кто здесь хозяйка, я или он. Ты понимаешь, муж и жена на кухне. Это же не всегда, я знаю, у него отец и мать так тоже были. И у меня же тоже могло возникнуть, например, я вкуснее готовлю. Дети сильно хвалят папу. Я тоже люблю хвалить. И поэтому он и готовит все лучше, лучше, лучше. Но я же могла тоже встать в позу. Как у тебя вкуснее, чем у меня? Оно валяется, вот эта моя кухня. Я здесь хозяйка, да? А я, получается, я здесь, я нажимаю на тормоза. У него получается, ему это так нравится. Он находит в этом такое большое вдохновение, удовлетворение. А я в этот момент торможу. Я говорю, Ганя, ведь это классно получается, так вкусно. Вот тебе кухонька. Я ухожу, ты готов, я пошла книгу писать. Ты понимаешь, ты готов, я стану посуду помою рядом. Ты готов, я тебе буду помогать. Кто-то кому-то где-то должен уступать. Вот у Давида у нас на свадьбе, Татьяна Луковская, они сказали одно самое большое, что мы пожелаем, это уступайте друг другу. И я говорю, вот именно вот этим поступком, что я могла перетормозить и даже сама освободить кухню для его таланта, но это не всегда, только по пятницам или по воскресеньям, да? Я ему помогла открыться. И не только открыться, но я ему, я его настолько хвалила, но я его честно хвалила, я его открыто хвалила, потому что он заслуживал это, но я его хвалила. И мне кажется, из-за этого он мог все больше и больше открываться. И сейчас я его спокойно называю профессиональным шефом. Я так понимаю. А он, в свою очередь, он помог мне, не заглушил талант, не отпил мне руки, он мне помог сделать то, что я делала, он мне помог закончить писать книгу. Я тоже часто говорила, я пишу книгу. Я понимала, что я даже это говорила, я такой человек, что если сказала, я добьюсь своего, я закончу, даже именно потому, что я сказала. И он помог мне этого достичь. Ты понимаешь, насколько важно вот слышать и не заглушить друг друга. Да. Это классно. У вас было такое что-то? Не раз. И сейчас мы просто уже с опытом мы говорим, понимаем, где приоритеты, и таким образом мы помогаем друг другу не остановиться. Смотри, Светочка пишет, круто, это же повар наш, отвлекается, круто, аж со слезами пишет. Когда вдвоем на кухне, главное не критиковать, а поощрять, будет полная гармония. Видишь, у Светы, они же вдвоем на кухне, Свет, спасибо. Так что классно. Это хорошо. Я думаю, что мы столько много уже людям дали затравочки, на то, о чем мы будем говорить, и мы потихонечку будем в деталях открывать моменты, чтобы созревал и возникал такой более детальный план у людей, понимание, как именно вести подготовку к свадьбе. И поэтому, я думаю, это будет очень интересно и увлекательно. Возвращайтесь на наши передачи. Мы будем, по крайней мере, заранее объявление ставить, баннер по понедельникам. Друзья, у нас в этот раз будет чуть-чуть по-другому. Мы будем, наверное, эту тему вести через неделю. Примерно такой план. Два раза в месяц, наверное. А вторую неделю Лидочка тоже будет участвовать, но у нас будет человек 5-6, у нас будет другое так-шоу «Поиск Бога, себя и смысла жизни». Поэтому именно подготовка к свадьбе будет через понедельник и другая у нас тема будет через понедельник. Но Good News, что и там, и там будем мы тоже участвовать. И поэтому мы в эфире будем каждый понедельник. А именно какая тема будет звучать, это уже зависит от того, что у нас здесь по плану, но я думаю, что она будет назидательна для всех вас. Поэтому я считаю, что нам надо уже заканчивать наш эфир, правильно? Друзья, мы встретимся с вами в следующий понедельник. Если вы считаете, это было полезно, прошу на YouTube, на Facebook, нажмите кнопочку «ЩЕП», поделитесь и скажите вашим родным, молодым, что есть такой проект, он будет звучать каждый понедельник, и присоединяйтесь, слушайте, молитесь о нас, и благословляйте, и мы вас благословляем, и прощаемся с вами. Всем с Богом. Пока. До встречи.